Парни, поздравляю, вышла у нас релизная iOS 14.7. А стоит ли поздравлять или нужно остерегаться? В этом видео я вам сейчас объясню, стоит ли обновляться, как с автономностью и прочей фишки. Добро пожаловать на канал AppleXper, с вами Владимир. Если вы хотите себе интересное оформление для канала или обработку фото, то в этой группе вы можете быстро и недорого оформить заказ. Кликабельные, яркие и интересные превью всего за 250 рублей. Но если вы пришли с этого видео, то действует скидка на все товары 20%. Просто скажите, что с канала AppleXper выполняется работа быстро, качественно и без предоплат. Все полезные ссылки будут в закрепленном комментарии и в описании под видео. Опять же, не советую сначала вам накатывать релиз или бет или еще что-то. Всегда могут быть каких-то ряд косяков. То ли это нагрев батареи, как можно фиксить жесткой перезагрузкой или переустановкой iOS. То ли какие-то фрезы, вылетать приложения и что-то как-то будет не так работать. Прежде всего, вам сначала нужно посмотреть на кого-то из подобных людей, вот как я, например. Убедиться, что действительно работают. Какие-то тесты посмотреть, там Geekbench тесты, по автономности тесты. То есть, повыжимать смартфоны, чтобы можно было понять. Но, опять же, куча разных моделей поддержки данной версии iOS и точно так же по-разному даже может быть на одном и том же устройстве себя вести на той, одной и той же iOS. Что же нового в iOS 14.7? Первое, это MacSafe Powerbank для iPhone 12. Раз. В приложении Dome теперь устанавливается таймер на HomePod. Два. Мачество воздуха в картах стандартных доступно, но, опять же, не для наших стран СНГ. Три. Обновили библиотеку подкастов. Четыре. Восстановлено служебное сообщение аккумулятора. То есть, будет оповещение, когда нужно будет пара заменить, которая пропадала, допустим, на iPhone 11. Пять. Воспроизведение Dolby Atmos музыки без потерь в приложении Apple Music, как это было раньше. То есть, качество остается полноценным, работает Dolby Atmos, отличная музычка, звучание и все такое. В принципе, это все обновления, которые нам доступны на iOS 14.7. Здесь, в основном, должен был быть фикс по автономности. То есть, как мы знаем, на iOS 14.5 была нормальная автономность. iOS 14.5.1, iOS 14.6. Все шло на спад, на спад, на спад, на какие-то там минуты, а то и на полчаса. Вот так вот, друзья. Все, что я вам хотел донести, я сказал. Никогда не спешите обновляться. Сначала посмотрите, проанализируйте, что для вас важнее для меня автономность. Вы напишите в комментариях, что для вас важнее. И только тогда можно что-то делать с данным устройством. Но если у вас возникли какие-то вопросы, пишите в комментариях. Тоже отвечу всем максимально подробно. И исправление также по нагреву и так далее. Всему подобному. Все, что может доступнуться совет в описании под видео. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»